Ярослав Рогузин сегодня самый активный помощник строительной бригады. Его двор попал в программу городской комфортной среды. Теперь говорит, сбудется его мечта. У его дома появится детская площадка. Хочу, чтобы эта площадка была целой, чтобы ее не ломали плохие дети. Мы с радостью вас пригласим. На праздники приходите, чтобы никто не пачкал. В этой части города работы уже практически подходят к концу. Озеленители готовят газоны под посадку ландшафтной травы. Одновременно предполагается асфальтирование придворовых территорий. За этим этапом наблюдает специальная комиссия, в состав которой вошли представители городской администрации, депутат совета, курирующие вопросы округа и общественники. Проект реализуется в полном объеме, как мы и планировали. Мы планировали и спортивные тренажеры, и детские игровые площадки, и удобные проходы для граждан. И будем надеяться, что к первому декабря мы все вопросы закроем, завершим. Озеленение как раз проводится в конце ноября, так как погодные условия позволяют посадить именно деревья, кусты, траву. Современная парковка и ландшафтная архитектура вместо хаотичной застройки двора. Более трех десятков лет здесь проводились только косметические ремонтные работы. Теперь же этот уголок станет по-настоящему красивым, удобным и современным. Работа кипит, вообще необыкновенно. И суббота, и воскресенье, все время работают и работают. Даже в шесть вечера они еще все делают и делают. Очень довольны. Ну, получается красиво. Вы знаете, мы просто рады. Спасибо огромное всем, кто додумался до этого. И если еще нам цветы сюда посадят, то вообще будет чудо. Просто душа радуется, что у нас теперь будет порядок, красота будет. Ну, что скажешь плохого? Плохого ничего не скажешь. Только спасибо, 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 кто это придумал делать. После благоустройства территорий в этом районе будут установлены малые архитектурные формы. Лавочки, тренажерный парк и урны. Полностью завершить работы планируется уже к началу следующего месяца. Руслан Душевский, Анапа. Регион.